Добрый день, дорогие друзья! Я благодарен информационному агентству «Россия сегодня» за предоставленную возможность провести этот круглый стол, посвященный исторической памяти о Второй мировой войне в России и во Франции. Поводом к сегодняшнему разговору служит предстоящая годовщина победы Красной Армии Советского Союза в Сталинградской битве и приуроченный к ней визит в Россию нашего большого друга, общественного деятеля, внука президента Франции Пьера де Голля. Я признателен вам, уважаемый господин де Голь, и за ваш приезд в Москву, в Россию, и за вашу принципиальную и твёрдую позицию в отстаивании истинных общеевропейских и общечеловеческих ценностей. Обращаясь к истории советско-французских отношений в годы Второй мировой войны, мы, безусловно, рассчитываем не только отдать дань памяти доблестному поколению победителей, но и извлечь из прошлого востребованные уроки. Определённые параллели напрашиваются сами собой. Напомню, что в предвоенные годы Советский Союз в соответствии с действующими соглашениями рассматривал сотрудничество с Францией в качестве ключевого элемента общеевропейской системы коллективной безопасности. Однако французские правящие круги, к сожалению, так и не смогли преодолеть свои предупреждения против Советского Союза. Недальновидность в конечном счёте стоила Парижу суверенитета. Франция молниеносно сдалась нацистам и оказалась под властью оккупантов. Часть французских элит выступила против собственного народа, запятнав себя службой Гитлеру. Однако политика капитулянтов была отвергнута патриотами Франции, как оставшимися в стране, так и вынужденными её покинуть. Добавлю, что и сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса, как и наша сегодняшняя встреча, служит тому наглядным подтверждением. После вероломного вторжения гильдерской Германии в Советский Союз по инициативе Шарля Деголя между движением «Свободная Франция» и советским правительством были установлены официальные дипломатические отношения. В январе 1942 года, выступая по радио, лидер французского сопротивления генерал Деголь заявил, что французы приветствуют успехи Красной Армии, так как эти успехи приближают Францию к свободе и к отмщению, дают Францию дополнительную возможность вновь подняться и победить. Это были не просто слова. Одновременно между двумя странами разворачивалось военное сотрудничество. С 1942 года в составе Красной Армии сражалась французская авиационная эскадрилья «Нормандия», которой впоследствии было присвоено имя «Нормандия Неман». Одновременно в ряды французского сопротивления влились несколько сотен советских военнослужащих, прежде всего бывших военнопленных. Именно этих героев известны и чтимы как в России, так и во Франции. Уместно будет вспомнить и о дипломатической поддержке движения «Свободная Франция», оказываемой правительством Советского Союза. Отстаивая интересы своего союзника, находящегося в уязвимом дипломатическом положении, Советская Россия выполняла исторически свойственную нашей стране роль гаранта справедливого мироустройства, учитывающего интересы всех участников международных отношений. Опыт выстраивания Ялтинско-Пацдамской системы, обеспечившей человечеству наиболее продолжительный в истории период внешнеполитической стабильности, служит нам ориентиром в ходе становления нового многополярного мира, формирование которого объективный и неостановимый процесс. Не находя в прошлом успешных примеров реализации однополярных стратегий, тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе с вашингтонским режимом вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны, наглядно свидетельствующие о том, что стремление править миром неизбежно приводит к краху. В этих обстоятельствах честный и объективный диалог о прошлом, призванный объединить конструктивные силы как в нашей стране, так и за рубежом, приобретает первостепенную актуальность. Передаю слово нашему дорогому гостю Пьеру де Голю. Господин председатель Русского исторического общества, уважаемые дамы и господа, главы музеев, директоров, директора, Большое спасибо за сегодняшний прием и для меня большая честь находиться здесь, в России, в частности, в рамках 80-летия победы в Сталинградской битве. И я хочу подчеркнуть, что я приехала сюда по своей воле, для того, чтобы почтить память и военным, и гражданским, и патриотам, которые погибли, защищая Сталинград. И сегодня, вернее, 2 февраля, вы будете отвечать это событие. Сталинградская битва стала решающей, она изменила ход Второй мировой войны. Поэтому мы должны гордиться этой победой. Немецкий народ поддался своим сумасшедшим амбициям. И сегодня мы чтим память этой борьбе, чтим память и страданиям, и также радости всех тех, кто боролся в ходе Сталинградской битвы, кто положил свою жизнь для того, чтобы победить нацистскую Германию. Я хочу еще раз почтить память русского народа, который победил эту ужасную немецкую армию, несмотря на фанатизм и на организацию этой армии. Тем не менее, русскому народу удалось добиться капитуляции ее. Невозможно не победить ни душу российского народа, ни в целом российский народ. Французский и российский народ объединены, у них глубокая прочная история. Они вместе боролись против этого захватчика. Уже в 1941 году генерал Деголь, мой дедушка, выразил идею о создании полка на Романдии Неман, выразил надежду бороться вместе с советской армией. И это является примером союза между нашими странами. В 1943 году, в октябре, Деголь назначил также еще один полк. И затем он встречался со Сталином. И в целом мы видим, каких подвигов добился этот полк. Мы чтим память пилотов, храбрых пилотов, которые вместе с советскими солдатами боролись. И таким образом русские и французы вместе смогли победить нацистскую Германию. Два раза генерал Деголь отправлялся в Сталинград для того, чтобы почтить память ваших военных и ваших гражданских. В 1943 году генерал передал почетное знамя этому городу в октябре 1944 года на пути в Москву. Он еще раз попросил посетить Сталинград и вручил им почетный меч. И затем в ходе одного из ключевых годов дружбы с Советским Союзом он захотел еще раз посетить этот город для того, чтобы почтить память всех тех, кто боролся там. И он увидел новый город, который был уже восстановлен. Раньше этот город символизировал войну, и теперь он символизировал мирную жизнь. Я напомню, что у нас общая история. Эта история очень сильна. У Франции и России общая история. Конечно, случаются конфликты интересов, но, тем не менее, они не смогут затмить нашу общность, общность интересов и общность судьбы. Он говорил, что считается только крепкая политическая основа пати на веков и умение страны быть великой. Он знал, что наступит мир. У русского народа многочисленные корни. У него крепкая вера, язык и история. И все благодаря всему этому он принадлежит общей культуре. Русские и украинцы – братские народы. И поэтому он говорил, что должна заканчиваться эскалация. Я считаю, что сейчас эта эскалация, которую развязали американцы и НАТО, должна закончиться. Недавнее решение Запада отправить тяжелые танки на фронт только добавляет еще больших негативных очков в эту войну и рискует развязать Третью мировую войну. Я считаю, что это та линия Запада, которую нужно сдерживать. К сожалению, западные политики это не сознают. Они пытаются нам продемонстрировать, что владеют ситуацией, но, однако, это ложь. Потому что они не понимают ни историю, ни последствия. И во Франции, в Европе общественное мнение в целом против этой эскалации. И, конечно, я не думаю, что вооружение, которое поставляется, сможет быть решительным. И я считаю, что вход войны не сможет изменить позиции и действия украинской вооруженной силы, которая недостаточно квалифицирована. К сожалению, это решение, к сожалению, спровоцирует поставку все более мощного оружия, оружия все большей дальности. И она, к сожалению, будет увеличать риск ядерного конфликта. Это та бездна, на окраине которой мы стоим. Политический класс закрылся в своих иллюзиях и скрывает от нас правду. Европа уже до протяжения многих месяцев на себе испытывает последствия ужасных санкций. И эти санкции нужны только спекулянтам. Наши компании, наши ремесленники, наши торговцы, наши работники и пенсионеры страдают от этих санкций. Все население страдает от голода, например, африканский континент. Мы с вами платим высокие счета за электричество. И именно все обычные сотрудники компаний, рабочие, страдают от безработицы. Мы знаем, что недавно случались различные скандалы, в частности, эти скандалы, связанные с коррупцией украинского режима. Зеленский предпочел продать американцам свой народ. Я хотел бы сказать следующее. Настало время добиться мира, настало время урезонить американцев и прийти к заключению устойчивого и прочного длительного мира с Россией. Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили о том, что они великая независимая нация. И чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится. И необходимо предоставить России серьезные гарантии, чего не было с времен заключения Минских соглашений. Теперь Франция стала недружественной для России, потому что у нее недальновидная политика и ошибочные решения, которые принимаются ее политиками. Она слепо следует американской политике. Французы больше не доверяют своим политикам, которые дискредитировали себя. Вместе они выступают против консенсуса и против правды. Я возмущен, когда слышу выступление французского президента, который говорит о том, что начало войны – это проверка для Европейского Союза. В то время, как мы знаем, существует огромное количество людей, которые страдают. Я спрашиваю себя, хотим мы мира или Третьей мировой войны? Что он сделал из Франции, которую ему оставил мой дедушка, который хотел, чтобы Франция была великой? Что было сделано с Францией, которая была свободна от гнетов, которой была безопасность и которая имела влияние на международные арены? Как в политическом, так и экономическом плане. Что он сделал с международными соглашениями? Президент Макрон и другие политические лидеры, к сожалению, не соблюдают те соглашения и то партнерство, которое было заключено с Россией даже во время холодной войны. Итак, я приехал сюда, в Россию, по своей воле, для того, чтобы воздать должное 80-летию победы в Старинградской битве, но для того, чтобы сказать, что пусть, несмотря ни на что, продолжается великая дружба между Францией и Россией. Я призываю к ясности, к здравому смыслу. Это то, о чём говорил Декарт. Мы должны работать вместе, не покладая рук во имя мира, во имя нашего народа. После конфликта всегда наступает мир. Мир нужен нам для надежды. Это императив, это наше общее будущее. Это то, что объединяет народы. Это нам нужно для стабильного равновесия между нациями. Поэтому давайте, не покладая рук, будем работать вместе для того, чтобы сейчас вернуться к диалогу, к согласию и к сотрудничеству ради будущего этих великих наций и ради блага двух великих стран – Франции и России. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, уважаемый господин Деголь, за ваше такое открытое, честное и, я бы сказал, смелое выступление и за вашу такую твёрдую и принципиальную позицию. Позвольте мне передать вам одну историческую фотографию, как память о нашей сегодняшней встрече. Это копия фотографии, которая хранится в Музее современной истории России. И фотография освещает частично такой знаменитый уже исторический визит вашего выдающегося деда, президента Деголя в Советский Союз в 1966 году. Спасибо. Уважаемые коллеги, я должен извиниться. Сейчас начинается торжественная церемония вручения наград лауреатам премии Службы внешней разведки России за лучшие произведения в области литературы и искусства о российской разведке. Поэтому я передаю управление в руки Андрея Евгеньевича Петрова. Ещё раз благодарю вас и отдельно господина Деголя за участие и за работу этого круглого стола. Спасибо. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я с большим удовольствием передаю микрофон Михаилу Ефимовичу Шветкому, специальному представителю президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. Спасибо большое, уважаемый господин Деголь, дорогие коллеги. Сегодня мы говорим о памяти, которая живёт в наших народах, о памяти, связанной с битвой под Сталинградом. И невозможно не вспомнить фразу, которую сказал выдающийся французский публицист и писатель Жан Ришар Блок, когда во Франции стало известно, что армия Паульса была окружена и разгромлена под Сталинградом. Он сказал, что русские отомстили за Париж. Вот это ощущение того, что русские отомстили за Париж, оно жило в литературе, в кинематографе французском, в политической жизни. И сам факт того, что во французской столице есть бульвар, который называется Сталинград, это, может быть, самое яркое свидетельство того, насколько французы хранят память о Сталинградской битве и роли Советского Союза и Красной Армии в освобождении Франции. И, как ни странно, это не ошибка историческая, то, что я сейчас сказал, потому что об этом говорил генерал Деголь, с внуком которого мы имеем честь сегодня находиться за одним столом. Он подчеркивал, что освобождение Франции во многом связано с тем, что сделала Красная Советская Армия в битве с фашизмом. Говорить о памяти, которая сохранилась в литературе, в кинематографе, в музыке, в живописи, можно бесконечно, потому что сразу после войны было создано несколько работ, которые отражали эту победу. И, кстати сказать, одна из первых, может быть, самых важных книг Сталинградской битвы, битве это «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, к которой потом обращались к кинематографисты не раз, в 1956 году, скажем, вышел такой фильм, как «Солдаты». Можно говорить о фильмах Клемана, который много уделил внимания военной теме и с французскому сопротивлению, и в том числе и роли генерала Деголя в освобождении Франции. Можно говорить о романах Романа Гори или о письмах заложника Антуана Денсекса. Это бесконечная тема, которая вошла в нашу культуру, и даже тогда, и это тоже важно понять, когда впрямую авторы не касались военной темы, тема победы под Сталинградом была очень существенной, и во французской поэзии мы это найдем, эти рефлексии по поводу Сталинградской битвы. Вы знаете, когда-то Теодор Адорно сказал, что после Освенцима нельзя писать стихи, на что другой замечательный автор ему сказал, нет, после Освенцима можно писать стихи, но только об Освенциме. Но на самом деле поколение, которое прошло войну, и оно было обожжено войной настолько, что о чем бы они ни писали, они писали, конечно же, о войне. И это существенно. И у тех авторов, которые, к сожалению, не дожили до победы, мы найдем эти замечательные воспоминания о том, как французское общество сопротивлялось, французские маки сопротивлялись вместе со свободной Францией, сопротивлялись фашистам. И я не буду здесь, можно говорить бесконечно обо всем этом. Я только упомяну еще один важный, как мне кажется, сборник, который вышел сравнительно недавно. Он называется «Мифы Второй мировой войны». Это французское, достаточно академическое издание, которое составил Жан Лапес. И это книга, которая как раз посвящена тому, что она восстанавливает историческую правду о Второй мировой войне, историческую правду, которая необходима как русским, так и французам. И то, что мы сегодня собрались и говорим об этом, очень существенно, потому что, как мне представляется, сегодня много таких новых мифов, которые рождаются прежде всего за океаном, которые рассказывают о этой войне совсем не так, какой она была на самом деле. И понимая тот внутренний героизм, который сегодня мы чествуем, потому что это была не только война в физическом смысле, это была еще такая победа духа человеческого. И я думаю, что для Франции сегодня напоминание о той великой роли, которую сыграл генерал Деголь в освобождении Франции от фашизма, в той роли, которую он сыграл в выстраивании самостоятельной и независимой политики, которая всегда отличала французскую политическую жизнь во время его правления. Вот об этом сегодня надо вспоминать, потому что Франция – это страна великой культуры и великой истории. И то, что сегодня мы находимся вместе с уважаемым господином Деголем, еще один знак того, что Россия и Франция всегда были соединены в истории очень важными связями. И, конечно, говоря об этом, мы прекрасно понимаем, что это некий важный сигнал и современной политической, общественной элите современной Франции. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Фимович. Дакуга Пурович Завгаев, чрезвычайный полномочный посол, член Президиума нашего исторического общества. Уважаемые коллеги, уважаемый наш гость Пьер, я хотел бы привлечь внимание к некоторым таким наблюдениям. Ценой невероятных усилий и огромных потерь наш народ остановил фашистскую машину смерти. И мы не вправе допустить злонамеренное искажение истории Второй мировой войны. Не можем закрывать глаза на героизацию нацизма и тем более его возрождение в отдельных странах. Важно эффективно противодействовать фальсификации истории, особенно сейчас в условиях обострения международной обстановки. Притом, носящие непредсказуемый захищной характер. В крайне опасном положении сегодня оказалось молодое поколение, целенаправленно, систематически вводимое в заблуждение западной пропаганды. Наверное, все обратили внимание, на днях такой был телерепортаж из Варшавы. Корреспондент на улице Варшавы задает молодому человеку вопрос, кто напал на Польшу в 1939 году. Маленькая пауза, и он говорит, Гитлер и Сталин. Задается через какое-то время вопрос другому молодому человеку, кто победил фашизм. Тоже небольшое замешательство, отвечают Соединенные Штаты Америки. Ни слова Советскому Союзу и других участников, которые разгромили фашистов. Такое понимание прошлого внедряет сознание молодежи на Западе, да и, к сожалению, не только там. В этих высказывающих неподдельную тревогу обстоятельства одним из наших резервов в деле отстаивания исторической правды может стать, на мой взгляд, дальнейшей активизацией системной историкой манеральной работы, в том числе и за рубежом. С обязательным вовлечением в эту работу общественных организаций, соотечественников, ветеранов, студентов, школьников, широких слоев населения. По нашему опыту, я подчеркну совместный опыт с российским историческим обществом, российского военно-историческим обществом, особенно эффективна такая работа за рубежом становится, когда она проводится не в аудиториях, а ежегодно на месте событий. То есть у каждого памятник нашим воинам, павшим за освобождение народов Европы от ужасов нацизма. Такой подход позволяет постоянно удерживать в поле зрения зарубежной общественности объективную информацию о событиях и уроках Второй мировой войны, постоянно держать на слуху решающую роль нашей страны в победе над фашизмом, поступательно формировать устойчивую атмосферу неприятия попыток фальсификации истории и умаления решающей роли Советского Союза в разгроме фашизма. И естественно поддерживать и закреплять уважительное отношение к нашим мемориалам. И в подтверждение этого могу сказать, что в той стране, о которой я говорю, это страна Словения, член Евросоюза, НАТО, за последние 10-12 лет там нет ни одного случая вандализма в отношении 84 памятников мемориалов, расположенных на этой территории. И нет попыток в СМИ, официально в СМИ проводить какую-то линию дискретации этой работы. Хотя, к сожалению, нынешнее руководство, которое пришло недавно к руководству этой страной, занимает несколько иную позицию. Но на уровне народной позиции ситуация такая, как я сказал. На мой взгляд, было бы важным организовать такую работу в странах, где это сегодня возможно. И таких стран, на мой взгляд, немало. Как известно, Вторая мировая война, она коснулась 61 государства в разной степени. А в 42 были непосредственно боевые действия, или же часть стран была оккупирована. И в этих странах мы найдем людей, которые поддержат вот такой подход и такую вот работу. Чтобы придать историкам мемориальной работе динамику и более организованный характер, полагал бы целесообразным создать единый координирующий центр по обобщению информации, обмену позитивным опытом, поиску путей решения, возникающих при этом проблемах. Это, несомненно, будет содействовать формированию, в том числе и особенно у молодежи, лучшего понимания решающего вклада нашей страны над фашизмом и объективного представления все эти события, итоги, уроки той чудовищной войны. Спасибо за внимание. Спасибо, Даку Капурович. Вообще хочу сказать о том, что во Франции существует фонд вашего деда Пьер, фонд Голя, который, в частности, занимается сохранением истории, памятных событий, связанных со слабными историями истории Франции. И у нас несколько лет назад были уже контакты с представителями этого фонда. Думаю, что одна из форм вот такой координации, о которой вы говорите, может быть контакты между общественными... Взаимодействия. Да, в таком уровне. Спасибо. Спасибо большое. Я с удовольствием передаю слово Юрию Александровичу Петрову, директору Института российской истории. Уважаемый Андрей Евгеньевич, уважаемый наш дорогой гость Пьер Деголь, коллеги. Мы отмечаем в эти дни 80-ю годовщину великой победы советского народа под Сталинградом, победой, которая спасла европейскую, да и мировую цивилизацию от угрозы порабощения нацистами. И Франция, та свободная Франция, которую возглавил генерал Деголь, была, конечно, одним из важных союзников в этой борьбе. Наши исторические отношения, историческая память между Россией и Францией, она всеобъемлюща и велика. Мы вспомнили, Михаил Ефимович, бульвар де Сталинград в Париже, но мы можем вспомнить еще и бульвар де Себестополь, как память Крымской войны, и мост Александра Третьего, который был символом нашей союзнической дружбы в конце 19 века. И есть в Париже памятник русскому экспедиционному корпусу, который в годы Первой мировой войны был отправлен во Францию. Несколько десятков тысяч человек сражались вместе с французами против немцев. Так что наша традиция исторической памяти велика, и ее символом в Москве, может быть, является памятник вашему деду, генералу Деголю, который стоит в Москве. И это, мне кажется, замечательный знак нашей давней дружбы и сотрудничества. Что касается Второй мировой войны, то я бы хотел подчеркнуть, что после оккупации Франции немцы провели большую кампанию во Франции, которая сопровождалась уничтожением евреев, преследованием инакомыслящих, всяческого рода поборами с населением. Они там отрабатывали ту тактику отношений по побежденной стране, которые затем освоили и на оккупированных частях Советского Союза. Поэтому то самое массовое движение сопротивлений, которое было во Франции, оно, конечно же, со стороны советского руководства Сталина пользовалось неизменной поддержкой. Я могу даже подчеркнуть, что Сталин с самого начала, с момента общения с генералом Деголем, уже вынашивал идею о том, что Франция будет полноправным участником нашей общей победы и что у нее будет своя зона оккупации в Берлине. И при этом советское руководство ввело себя в этом отношении гораздо более последовательно, чем Британия и Соединенные Штаты, наши тогдашние союзники в войне. Но вместе с тем я хотел бы и подчеркнуть, что было две Франции. Была Франция сопротивления, Франция до резистанс, ее символизировал генерал Деголь, и была Франция Виши, которая выполняла роль такого прислужника при своем патроне Гитлере. И мы тоже помним, что страницы исторической памяти, связанные с этой стороной наших отношений, мы помним о том, что была, в частности, и под Сталинградом дивизия Шарлемань, дивизия СС, составленная из французов. Их было около 10 тысяч человек. Не так много, как румын или других сателлитов, венгров, фашистской Германии. Но это страница нашей общей истории. И я бы сказал, что и руководство Франции предвоенное вело себя довольно непоследовательно. В частности, правительство Эдуарда де Ладье весной 40-го года ушло в отставку под давлением обвинений в слишком мягком курсе по отношению к Москве. Более того, по нашим документам известно, что за два месяца до нападения Гитлера на Францию французскому генеральному штабу было дано поручение подготовить план военной операции против Москвы. Это за два месяца до вступления Гитлера во Францию. Руководство Франции, повторяю, вело себя по отношению к Советскому Союзу весьма, я бы сказал, непоследовательно и противоречиво, и даже, я бы сказал, провокационно. Но вот та Франция, которую символизировал Деголь, которую символизировала Нормандия и Неман, эта Франция всегда была нашим другом и остается. Я в заключении хотел бы только добавить, что, адресуясь к вам, как к представителям Франции, выразить сожаление о том, что современное французское руководство, президент Макрон, сейчас ведет себя скорее не как Деголь, а скорее как Петен. И то, что Франция сейчас выполняет роль такого послушного орудия в руках высшего заокеанского патрона. Я все-таки убежден, что вот все эти посылки оружия, которые уже осуществляются, в том числе и с Францией на Донбасс, и планируются новые, все же они не повлияют никаким образом на ход этих военных действий. И что нашу всегдашнюю привязанность, уважение и любовь к Франции они не повредят. Я благодарю вас. Спасибо. Юрий Александрович, спасибо огромное. Ну вот сколько историю не обсуждая, всегда выходишь на вопросы актуальной международной политики. Поэтому слово предоставляю Михаилу Аркадьевичу Липкину, директору Института всемирной истории, всеобщей истории. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемый господин Деголь, я хотел прибавить к тому, что было сказано коллегами, то, что, во-первых, если говорить, собственно, про эффект победы в Сталинградской битве, то, конечно, это придало, и об этом говорил Михаил Ефимович, как бы огромный стимул движения сопротивления во Франции, и вообще привело к тому, что даже появились объединительные структуры, которые объединили все ячейки, все действия стали координировать движения сопротивления. Ну и действительно, французы поняли, что можно победить. То есть это такой перелом психологически был очень важный. Если же говорить про историческую память, поскольку ей посвящен наш круглый стол, то хотелось поделиться некоторыми исследованиями, опубликованными сотрудниками Института всеобщей истории, поскольку мы тоже отслеживаем эти вещи, помимо того, что ведем, собственно, исследования. Касаются они того, что, собственно, творится во французских учебниках применительно к средней школе. И это касается новых, принципиально новых рекомендаций, которые приняты на уровне французского правительства применительно к образовательным стандартам и особенно методическим рекомендациям к ним, которые существенно поменяли в 2019 году. Если до того Вторая мировая война была логическим итогом причинно-следственной связки тех решений, которые были приняты по итогам Первой мировой войны, тех перекосов, которые там были, все это понятно, и отсюда возникает у нас нацистская Германия, то тут происходит разрыв логический, сознательно это дело разрезается, и Вторая мировая война в методических рекомендациях. Они вроде как не обязательно к исполнению, подается исключительно как конфликт двух тоталитарных режимов. То есть, понимаете, да, то есть это вот и даже борьба с нацизмом даже уходит на второй план. Это очень соответствует тому, как, например, это представлено в залах Музея Европейской истории в Брюсселе, который является таким идеологическим проектом, собственно, Европейского Союза. Но надо сказать, что если посмотреть на анализ учебников, которые были предприняты в публикациях академика Александра Ганчича Барьяна, Евгения Александровича Осипова, то французский интеллектуал сопротивляется такому давлению. Надо сказать, что наиболее массовые учебники все-таки достаточно, ну, насколько можно, да, это сказать, объективно более подходят, нежели вот эти методические рекомендации. Они ведут это от минусского сговора, они показывают, да, разные интересы, разные точки зрения. Вот, но, да, в Сталинградской битве там представлена лишь одна из цепочек, наряду с битвой Эль-Эля Аламейна, вот, которая помогла союзникам победить, то есть вот такого принципиально коренного значения, конечно, ей там не предается. Если говорить про коллег, ну, серьезных ученых, да, интеллектуалов, конечно, они, ну, подходят с точки зрения исторической методологии, как бы объективно и взвешенные, и понимают, там можно спорить по поводу отдельных каких-то трактовых каких-то моментов, но, собственно, да, ну, французская интеллектуальная элита, она, конечно, более взвешенно к этому подходит. Но если говорить про именно историческую память, которая более массовое это явление, то здесь действительно вот такой тревожный звоночек происходит, потому что, на чем она основывается? Изначально основывалось на том поколении, которое уходит, к сожалению, поколение ветеранов, поколение дедушек-бабушек, прямое общение, оно исчезает. К чему они обращаются? Ну, тут можно, да, вот, Константин Ильич любит говорить, что якобы уже никто не читает учебники, тем не менее, все-таки вот через нарратив, который он, пожалуй, принимает более медийные формы, формы выставочной работы, вот, различные другие формы меморизации, да, музеификации прошлого, где происходит существенно переформатирование, конечно, того, что было на самом деле. И пока еще есть серьезные историки, как бы можно как-то этому противостоять, но через поколение, через два поколения действительно может создаться ситуация, когда мы выйдем на улицу и узнаем, что все было, оказывается, совсем не так, как оно было на самом деле. И это очень тревожная ситуация, которая говорит о том, что действительно общаться нужно, нужно обсуждать, нужно общение не только, наверное, между, собственно, исследователями, но и между теми, кто пишет учебники, да, кто составляет программы, и кто, собственно, преподает, работает с молодым поколением, ну, потому что чисто объективно, общемировые, общие человеческие ценности, они нас приближают, и они должны, наверное, находить свое отражение и в том числе в методических рекомендациях, да, и в учебниках, и в пособиях, и в том, что, собственно, учителя говорят, ну, в руках истории. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Михаил Аркадьевич очень важную тему затронул, и думаю, что она требует очень пристального внимания. Предоставляю слово проректору Московского государственного института международных отношений, нашего ведущего университета в сфере международных отношений, Артему Владимировичу Мальгину. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Добрый день, коллеги, добрый день, господин Деголь. И, наверное, понимая всю справедливость, которая вот здесь высказывается в отношении современного руководства Франции, все-таки, наверное, надо сказать, что плотность контактов, которая была выстроена между Францией и Россией в предыдущие годы, в том числе в годы, вполне современные, еще раз говорю, несмотря на всю критику, она позволяет сохранять сейчас особые отношения в этот очень тяжелый период между нашими странами, исследователями. Вот даже вот этот вот круглый стол, нюансированная все-таки позиция французского эстеблишмента, контакты, которые происходят, пусть телефонные контакты на высшем уровне, все-таки это объясняется еще и вот той плотностью отношений, которая никогда не прекращалась, и со времен сражающейся Франции, и в последние годы. Очень много было сделано по линии различных общественных диалогов, которые последовательно сменяли в российско-французских отношениях друг к другу, и в частности в рамках Трианонского диалога, стартовавшего в 2018 году, кто-то говорит в 2017, кто-то в 2018, это не столь важно. И действительно, поддерживая то, что сказали коллеги, предельно важно сохранение не просто внутреннего нарратива, внутреннего обсуждения тех или иных исторических событий, но очень плотной сети каналов общения. На разных уровнях, разного типа, каналов для передачи, получения, верификации информации. И это важно как для исторического сообщества, научного сообщества, так и для тех лиц, которые принимают решения или будут их принимать. И важно, чтобы в этом диалоге эти лица оказались как можно раньше. Мы понимаем, что существуют те университеты в России и Франции, и люди к 20-25 годам, когда они находятся на старших этапах студенческой скамьи или становятся молодыми исследователями, неважно в какой сфере науки, это уже те, кто потихоньку формирует и, дурацкое слово, наверное, правящая элита, те, кто формирует вот тот круг лиц, которые принимают решения по самому широкому кругу областей, сфер жизни наших стран. Очень важно, чтобы они находились в диалоге. И думаю, что самое, наверное, важное, что удалось нам сделать за последние, можете называть любую дату, там 10, 20, даже 30 лет, все-таки создать вот это взаимодействие между молодым и средневозрастным поколением россиян и французов. Это создавалось как через совместные учебные магистрские программы только в моем университете на февраль 22-го года. Их было 6 полноценных программ, а одна из них почти уже отметила 30-летие программы с Парижским институтом политических наук главным международным вузом Франции. И еще раз возвращаюсь к этому изначальному тезису. Это именно то, что формирует, дает возможность сохранять контакты, пусть на консультативном, экспертном уровне. Полагаю, что такая плотность отношений, будь она у России с ее ближайшими соседями в значительной степени смогла бы изменить ход нынешней ситуации, предотвратить его, смягчить. Думаю, небесполезно было бы посмотреть и распространить российско-французский опыт тех более спокойных периодов и на наши отношения со многими западными странами. Понятно, что после преодоления нынешней драматической, трагической ситуации. Но важно и другое. Важно в нынешней ситуации понимая, что есть целый ряд конкретных разногласий, о которых мирно очень трудно говорить за круглым столом, мирно трудно говорить даже в аудитории, которая зачастую знает, понимает друг друга. Именно поэтому, наверное, с пониманием мы все относимся к замораживанию, подвешиванию целого ряда публичных механизмов. Но можно говорить о определенном будущем, будущем после преодоления нынешней ситуации. Чем занимались лидеры антигитлеровской коалиции? На чем был построен вот этот квазидипломатическое общение в годы Второй мировой войны за пределами фронтов, на конструировании будущего? И вот эта задача конструирования будущего, на самом деле, она стоит перед нами сейчас. Именно поставив цель, только потом можно прочертить конкретные шаги к этой цели и обсуждать эффективность того или иного трека достижения этой цели. Но цель мирной Европы, цель Европы, где взаимодействуют Россия и Франция, как одна из важнейших конструктивных осей этой объединенной большой Европы, это очень важный элемент. И еще раз подчеркиваю, что то, что нам удалось создать, срабатывает даже в нынешней ситуации. Я думаю, благодаря этим особым отношениям, господин Деголь, вы сегодня в Москве, а мы сегодня с вами обсуждаем достаточно откровенно нынешнюю ситуацию. Спасибо. Большое спасибо, Артем Владимирович. Я показал Пьеру, там на ленте идут уже новости с нашего круглого стола, и пользуюсь, вот это был мне намек к ведущему, поблагодарить лишний раз наших гостеприимных хозяев. Это Международный информационный центр России. Россия сегодня, это место, в котором новости не прекращаются ни одной минуты в течение суток. И это лишний повод, к сожалению, мне напомнить, что на смену нам должны будут прийти другие ньюсмейкеры, поэтому мы уже будем тогда приближаться к завершению. Я предоставляю слово Виктору Александровичу Москвину, директору дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, члену нашего Совета Российского Исторического Общества. Уважаемый Андрей Евгеньевич, уважаемый господин Деголь, коллеги, я постараюсь быть кратким, как вы просили, Андрей Евгеньевич, и начну с маленького эпизода парижской жизни февраля 43-го года. Выпускник Пажевского корпуса, офицер лейб-гвардии уландского панка Лев Александрович Козембек собран детекторный приемник. И это было запрещено под угрозой расстрела в оккупированном Париже. И 2-го февраля он услышал по радио об капитуляции немцев под Сталинградом. И как офицер он понял, что он уступил перелом в войне. И столь велика бы моего радость, что ночью изготовим красный флаг и повесим на банконе своего дома в 16-м районе Парижа. Это привилегированный район Парижа. Ему невероятно повезло, что никто из гестаповцев этого красного флага не увидим. Но о этом поступке знал весь русский Париж. И когда его спросили, почему вы повесили красный флаг, ведь под этим флагом была развязана гражданская война, была убита царская семья, он ответил, что 22-го июня 41-го года мое отношение к красному флагу изменилось, потому что русским народом были пролиты реки жертвенной крови во имя Отечества. И теперь для него красный флаг, как цвет пасхальных риц, как цвет одежды священнослужителей этот огромный большой праздник. Вот такой эпизод, и он как раз о многом говорит. Русская эмиграция во Франции в подавляющем слоем в большинстве была на стороне России. Для некоторых это было пассивное сопротивление, неучастие в деятельности оккупационных властей, а для многих это была активная деятельность. Ведь само слово сопротивление это заголовок листовки, который выпустили сотрудники института человека Бориса Вильды и Анатолий Левицкий. И потом появилась газета «Резистанс», и они были немцами расстреляны. Мы прекрасно знаем о Вике Аболенской, одной из героинь французского сопротивления, одной из организаторов первых сопротивленческих структур. И очень многое можно говорить о участии наших соотечественников в движении сопротивления во Франции. И наверное об этом больше всего говорят наши музейные фонды. Они немаленькие в нашем Доме Русского Зарубежья, что позволило нам провести крупную большую конференцию российской эмиграции в борьбе с фашизмом, где значительная часть посвящена именно сопротивлению во Франции выпустить книги и фильм у Вики Аболенской выпустить эту книгу дневники и письма Бориса Вильды из тюрьмы и цены от других изданий. В частности, мы выпустили сборник Анны Мороли, ведь знаменитая песня «Партизан» была написана Анной Мороли, уроженкой Таганрога. И в обработке опять же выходцев из России Мориса Дриона и Жозефа Киселя, у них русские корни, она чуть было не стала своими гимнами Франции. И конечно правильно сегодня не раз говорилось о том, что очень важно, чтобы молодое поколение как можно больше знало о тех событиях, которые были во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, о сопротивлении во Франции. И для этого есть очень хорошие возможности. Нужно просто продолжать эту работу, которую мы ведем, ее расширять, эту работу, и не обращать внимания на те попытки противопоможной стороны фальсифицировать историю. Как известно, слово правда весь мир перетянет, как говорил Александр Служеницын, чьим именем назван наш дом, дом русского зарубежья. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Александрович. Ну вот, в принципе, и пришло время завершать наш круглый стол, еще были записавшиеся, готовые выступить, потому что тема, безусловно, завораживает, она, у нее очень много аспектов, и я хочу поблагодарить всех участников, я хочу поблагодарить нашего дорогого гостя Пьера Деголя, я хочу пожелать вам очень интересной и насыщенной поездки в Волгоград, Сталинград, и мы, Российское историческое общество, все наши организации и партнеры со своей стороны будут делать все, чтобы наши потомки, дети помнили поколение тех героев, для которых за Волгой земли не было. Спасибо большое. Спасибо.